На минувшей неделе в Славянске-на-Кубани прошел районный конкурс школьных агитбригад. Мы выбираем жизнь, а также акция «Линия жизни». О том, что ребята хотели донести своими выступлениями, узнаете в следующем материале выпуска. В течение нескольких часов ребята показывали зрителям импровизированные выступления о губительных привычках современности – наркомании, табакокурении и употреблении алкоголя. Говорили о том, почему лучше быть здоровым и спортивным. Не случайно в этот день была проведена акция «Линия жизни». Ведь заключительный этап районного конкурса «Агитбригад» прошел в канун Международного дня отказа от курения, который отмечается 20 ноября. Мы стараемся ребятам привить здоровый образ жизни. И то, что заложено в детстве, здоровый образ жизни, то есть занятие спортом, отказ от вредных привычек, то у нас с нами будет происходить и уже в дальнейшем. Поэтому мы стараемся такой акцией показать, что наша линия жизни, она зеленая. Потому что зелень – это росток, это начало, это весна, это все хорошее. В районном конкурсе «Агитбригад. Мы выбираем жизнь» приняли участие 30 школ. На протяжении месяца каждая команда в своем учебном заведении пропагандировала правильное питание, чистоту и гигиену, занятия физкультурой и спортом, полноценный сон, отказ от вредных привычек. В финал удалось выйти лишь ученикам из 11 школ города и района. На заключительном этапе все выступления были яркими, талантливыми и совершенно не похожими одно на другое, несмотря на общую тему. Все ребята были едины в одном – современная молодежь за здоровый образ жизни и спорт. «Агитбригад. Это сила, потому что знали, вся Россия, молодежь, тупани! Это сила, потому что знали, вся Россия!» Хорошее выступление показали учащиеся 30-й школы Станицы Петровской – серебряные призёры районного конкурса в прошлом году. Они особенно тщательно готовились к участию в конкурсе, ведь для них это шанс проявить себя, показать, что они выбрали правильный и здоровый образ жизни. В этом году мы приехали, конечно, за первым, но там как получится. Мы готовились очень долго. Мы рисовали плакаты для болельщиков. Мы сами всё делали, сами всё оформляли. Это искусственные сигареты, это искусственная бутылка под пиво. Эти все плакаты мы делали своими руками. «Для нас очень важно участие в агитбригадах, потому что мы неравнодушны к нашему населению, мы неравнодушны, почему у них есть вредные привычки, почему они употребляют алкоголь, сигареты и так далее. И мы хотим за это бороться, мы хотим бороться за нашу окружающую среду, потому что это как-никак тоже портит». Победителями районного конкурса «Агитбригад» стали учащиеся 56-й школы посёлка Рисового. На втором месте – команда 17-й школы. Третье место разделили ученики 29-й и 18-й школы. Они и стали обладателями переходящих кубков. Смогут ли победители сохранить кубок, станет известно в следующем году на новом конкурсе. А пока школьная гидбригада отправится со своими выступлениями по всем школам Славянского района.